Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу. И сосредоточимся на матче Балтики и ЦСКА. Сейчас эта встреча достаточно неожиданно получила серьезный уровень принципиальности, потому что тренирует Балтику Игнашевич, что как бы уже серьезный повод поговорить о данной игре. Плюс к этому в составе Балтики немало бывших армейцев. А как показало зимнее трансферное окно, возможно и будущих армейцев, потому что одна из звезд Балтики, Тамерлан Мусаев, как раз-таки перебрался в армейский коллектив этой зимой. Так что здесь много всего интересного, много любопытных пересечений, и давайте обсудим эту игру, которая может стать настоящей битвой. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете ознакомиться с моими статьями, а также с заметочками на футбольную тематику. Плюс к этому в моей телеге вы можете получить очень приятные бонусы от нашего партнера, от компании Пари, который предлагает вам фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Проходите по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, там вы получите все инструкции, и с их помощью получите тот самый подарок, который дальше можно потратить по своему усмотрению на сайте этой компании, на их приложении, там множество событий по разным видам спорта, короче, не затеряйтесь. Ну и да, не забывайте подписываться на мою телегу, там много всего интересного. Итак, по нашей традиции мы должны начать разбор соперников с Андердога, и дальше постепенно перекочевать к фавориту. Я думаю, здесь всем плюс-минус понятно, кто фаворит, так что начинаем с Балтики. Какие у нее есть плюсы и какие есть бонусы сейчас у команды с берегов Балтийского моря? Во-первых, они играют дома. Сейчас географический фактор особенно важен, потому что добираться в Калининград, ну, скажем так, не так просто, как раньше, и Балтика в домашних встречах, в общем-то, достаточно заметно добирает в плане игры. То есть дома Балтика всегда опаснее, чем на выезде. Это факт, и поэтому здесь, на самом поле, калининградцы могут, что называется, удивить. Еще один важный фактор, то, что Балтика после зимней паузы очень неплохо стартовала во второй части сезона, последние два матча закончились двумя победами, так что здесь у Балтики есть несомненный бонус. Также отметим, что для Балтики, наверное, Кубок России более важен, чем для ЦСКА. Как бы это странно ни звучало. Да, понятное дело, что Балтика находится в зоне борьбы за выживание, назовем это так пока что, и поэтому тут многие скажут, что для них чемпионат принципиальнее, но Балтика – это команда, которая не так часто получает шансы за что-то зацепиться, за какой-то трофей. И сейчас, когда до финала Кубка и возможного трофея осталось всего несколько матчей, но Балтика будет стараться вот за этот исторический шанс зацепиться. И поэтому сейчас на Кубок России они будут сверхмотивированы. Тем более, как я уже сказал, фактор Игнашевича, легенды ЦСКА в качестве тренера Балтики и еще и немалого количества футболистов с армейским прошлым в составе Калининградского клуба – это тоже все плюсы. Также хотелось бы упомянуть, что Балтика – более мощный коллектив, средний рост исполнителей у них – 183 с лишним сантиметра, у ЦСКА ниже 179. И что еще очень важно, есть преимущество физики в плане роста и есть преимущество физики в плане выносливости. Потому что у ЦСКА, ну, наверное, это ленивые уже, только не заметил, у ЦСКА очень сильно провисает командная игра во втором тайме. И это, конечно, ужас. Потому что, я не знаю, вот недавно Сочи пропустили два мяча, упустили победный счет 2-0, камбэк 2-2, с крылышками тоже вели 2-0, в концовке там и пенальти получили, и могли тоже устроить камбэк крыльем советов. То есть здесь мы видим, что команде не хватает силенок. И во втором тайме они постоянно провисают. Почему? Потому что у ЦСКА крайне ограничена обойма, крайне ограничен состав, ротации почти нет, и это проблема. Поэтому здесь, скажем так, Балтика может получить серьезное преимущество в активности, в прессинге, в давлении. Особенно если ЦСКА не проведет ротацию и будет играть теми же самыми уставшими футболистами еще и в кубке. Так что это тоже плюс. Кстати, у Балтики хоть состав и уступает тому, что есть у ЦСКА, без вопросов. Но у Балтики, возможно, будет преимущество на вратарской позиции, в зависимости от того, кто выйдет у ЦСКА на позиции номер один. И у ЦСКА, как я уже сказал, не такая глубокая скамейка запасных. Поэтому здесь во втором тайме Балтика может добавить за счет активности своих свежих футболистов. Так что здесь, как бы это странно ни звучало, но у Балтики есть свои плюсы. Ну и чисто тактически, я думаю, все понимают, что Игнашевич против ЦСКА будет работать вторым номером. А такой соперник максимально неудобен для Федотова и его методики футбола. К тому же ЦСКА и Балтик плюс-минус играют по одной и той же схеме. А эта, вот эта самая симметрая схем, она всегда идет как плюс для обороняющегося коллектива. Потому что когда схемы одинаковые, получается здесь, ну скажем так, очень сложно создать преимущество на отдельно взятой позиции и обороняющийся коллектив получают бонусы. В общем, как-то так. Но ЦСКА это, конечно, более звездный коллектив, более именитый, более опытный, более сыгранный. Потому что Балтика сейчас фактически выстраивается и перестраивается по ходу сезона. Федотов это лучший тренер прошлого года. ЦСКА действующий обладатель трофея Кубка России. ЦСКА имеет вот этот самый чемпионский победный характер. В общем, плюсов у них много. Но они столкнутся с крайне неприятным оппонентом. И это может стать проблемой для армейского коллектива.